Всех приветствую! Вооружился тут пылесосом, дощечкой сосны, дощечкой березы, листом панеры и начал изготавливать трактор для внука. Конечно, весь процесс я не буду показывать к изготовлению этого трактора. Покажу в основном мелочи, мелкие детали и в основном сборку. И то не всех деталей, потому что ролик получился бы очень длинный, все прекрасно понимают. Кому не интересно смотреть процесс сборки, можете перейти туда дальше, ближе к концу видео и посмотреть просто, что получилось. Расскажу в процессе маленькую историю. Вспомнил я тут, когда-то я посещал в юности слесарный кружок и мы изготавливали там гусеничный трактор, макет из металла ДТ-54. Это трактор, которым поднимали целину в Казахстане. И был такой у нас курьезный случай. Это мастер у нас Федор Иванович был. Он всегда напоминал нам, чтобы мы стояли возле наждака, то есть как бы на углу немного сбоку. И на сегодняшний день наблюдаем многих блогеров, как показывают затачивать лисы и еще что-то. Они всегда стоят напротив именно камня. И вот произошел такой случай у одного товарища именно на этом кружке слесарном. Что-то он точил, но стоял по правилам. Камень лопнул, несмотря на то, что там защита все как положено стояла. Тем не менее, один кусок камня вылетел. Здание примерно 8 метров в ширину. Камень пролетел мимо его. Благодаря тому, что он соблюдал технику безопасности, улетел в стену и в стене оставил хорошую вмятину. Потом срикошетил и полетел дальше, создавая хороший приятный звук грохота. Мы находились в другой комнате, соответственно, поодорвались, побежали туда смотреть, что там происходит. Прибежали, он стоит, глаза на выкате и ничего не объясняет. Начали спрашивать, затем он включился вроде и начал рассказывать, что произошло. Вот такой вот курьезный случай произошел у нас на слесарном кружке. Поэтому техника безопасности, конечно, иногда я ее нарушаю, но некоторые случаи надо соблюдать. Вырезать-то вырезал. Хотел на навесы посадить, но понимаю, что он это сразу вырвет, поэтому на навесы не актуально. Хочу сделать, чтобы открывалась дверь. Так, что же придумать-то, что посадить? Думал-думал, ничего не придумал, ничего. Кожа мне попалась под руку. Делаю ее туда вклеил. Ну, как бы дверца открывается. Не знаю, правда, насколько ее внук уходит, сколько она может у него открыться и сколько она выдержит. Посмотрим. Ну, тут еще надо с этой стороны приклеечку сделать, чтобы она туда, у него не было попытки ее закрыть, так скажем, вовнутрь. Посмотрим. Очередной опыт. Поменял немного вариант. Ручку сделал, которая ограничивает закрывание. Правда, чуть большого-то получилось, но, в принципе, пойдет. Самое главное, дверь открывается. Заметил, что внуку надо, чтобы все открывалось, шевелилось, и поэтому будем делать что-то подобное по максимуму. И еще скажу сразу, что это не модель. Это всего лишь по памяти, какое в советское время был примерно трактор, как он выглядел, и в остальном, в общем-то, импровизация. Лепил из того, что было, как обычно, никаких чертежей, ничего. Просто, чтобы попадалось, то лепил, конечно. Использовал в дальнейшем, там, увидите, несколько соединений металлических, так скажем, втулочки сделал металлические, потому что из дерева это будет слишком чересчур хлипко, так скажем. Поэтому использовал спицы, пружинки, пару шурупов, или даже, может быть, четыре. Не помню все, увидите. Модель, конечно, делать это все намного сложнее и намного будет дольше. Все-таки я просто делаю игрушку. Ну, на этом, пожалуй, закончу. Смотрите просто под музыку, кому не интересно смотреть сборку, как я уже сказал, промотайте дальше. На этом, пожалуй, все. Всем удачи, счастья, здоровья, пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok